Добрый день, друзья, добрый день, коллеги. Как всегда, в принципе, в это время, где-то врало, хотя как бы ни делали у нас рассылку в скайп-чатах и так далее, но, видно, народ занят, не очень интересный, и много причин, почему, скажем так, нас не так много на данном мероприятии. Хотя, как я говорил, мы поначалу ориентировались на людей, проживающих на территории необъятного государства Российской Федерации и для восточных регионов, у которых сейчас уже, в принципе, идет полным ходом подготовка к субботе, потому что у кого-то там уже 9 часов почти, у кого-то уже 9 часов есть, потому что ровно в полдень в Петропавловске и Камчатском, как я помню, по радио объявляли, было 9 часов вечера, сейчас уже на 10. Итак, друзья, у нас тема, в принципе, на сегодняшний день – это партнерская программа, но буквально вчера, позавчера мне в руки попал документ, который еще не был нигде опубликован. Я могу вам его показать в формате ручном, то есть, он был распечатан в предприятии струнной технологии и прошит еще вручную, то есть, он как бы так нигде не публиковался, он нигде еще не выложен на сайтах и так далее. Документ, который рассказывает о нашей технологии в сравнении с другими видами транспорта, с другими технологиями, которые мы сегодня используем с вами в ежедневной жизни. Ну и даны цифры, даны диаграммы, то есть, насколько мы там эффективнее, насколько мы дешевле, насколько мы удобнее и так далее, и так далее. Если вам это интересно, сразу хочу сказать, мы с вами можем пройти по этим слайдам и немножко на эту тему поговорить. Я жду вашего ответа. Если вы согласны с этим, просто пятерочку поставьте в чате. Ну, Виталий Плюс молодец. Спасибо. Вот. Так. Андрей согласен. Виктор тоже согласен. Ну, в принципе, как бы так, из шести человек трое согласны. Еще есть у нас Татьяна и Виталий, да, то есть, тогда давайте действительно пробежим по этим слайдам. Я даже не знаю, имею ли я право делать доступ, потому что вы себе их скачали. Давайте я об этом узнаю на следующей неделе. Если будет такая возможность, прямо из вебинарной комнаты, в принципе, вам будет позволено получить доступ к данному файлу и его просто скачать себе на компьютер. Вот. Что хотелось бы еще сказать. Вообще, тема у нас, конечно, с партнерской программой сегодня. Сейчас еще хочу уточнить, задать уточняющий вопрос. Скажите, а вот из небольшого количества людей, которые сейчас в комплекте, в партнерке все разобрались? То есть, нет ли каких-то вопросов именно связанных, скажем так, я не знаю, как с процентами, да, с сухими, с данными, которые мы даем на презентацию? Так, возможно, и касаемо методов, да, работы по партнерской структуре, там, способов и так далее. Может, в этом направлении есть какие-то сложности, трудности и можем пообщаться с вами на эту тему. Поэтому, если такие трудности и сложности есть, вы, в принципе, это дело себе сейчас запишите, можете в чате потом написать. Вот. А по слайдам, скажем так, сравнение транспорта мы сейчас с вами идем. Хорошо? Итак, друзья, что такое технология Юницкая, я так понимаю, все, кто находится в комнате, знают, правильно? Вот. И данная брошюра как раз таки вот она, видите, то, что у вас на экране, то и написано здесь. В сравнении с другими видами транспорта. По целому ряду показателей, как мы говорим, наша технология передовая, она там, скажем так, гораздо лучше в том направлении, и так далее. Сейчас мы с вами еще, скажем, поговорим немножко и в привязке к тем событиям, которые каждый день практически происходят у нас в разных странах. Итак, здесь просто сказано, что это транспорт на втором уровне. Я думаю, многие из вас были, кто-то был на территории Экотехнопарка, вот этот 14-местный юлибус, который, видите, перемещается по ферменной петевой структуре, под землей, в подвесном состоянии. Поэтому, как выглядит транспорт, вы знаете. Сейчас мы с вами пробежимся. Там, может быть, не столько будет цифр, сколько, скажем так, диаграмм, сравнение, скажем, эффективности и прочее. Итак, коллеги, мы знаем с вами, что у нас, в принципе, на сегодняшний день существует большое количество различных транспортных систем, имеющих отношение к тому, что мы передвигаемся с вами по планете. Я сейчас немножко сделаю увеличение. Вот таким вот образом. Одни из, скажем так, основных преимуществ, либо, скажем так, характеристик нашей струнной технологии в том, что мы имеем, как вот сказано, композитный струнный рельс. То есть, он высокопрочный, долговечный, сделан из стали. Внутри его, скажем так, натянутых струн, которые держат петевую структуру. То есть, натяжение этих струн может быть разным, толщина канатов тоже может быть разная. Все зависит от исполнения и для какой цели строится данная дорога. Например, для высокоскоростной будет максимально жесткая, плотная и, скажем так, данные виды транспорта будут перемещаться у нас сверху жесткой фирменной структуры, и будут двигаться со скоростью до 500 км в час. Мало того, композитный струнный рельс, что это еще такое? То есть, полы, пространство этого струнного рельса будет заполнено либо каким-то модифицированным бетоном, либо еще с какими-то наполнителями, которые будут позволять делать его максимально твердым и плотным. И плюс ко всему, наверное, еще и с той точки зрения, там будет наверняка какой-то наполнитель, который будет позволять металлу, который находится внутри самого рельса, сам металлический, и тем же канатам служить как можно дольше без каких-то элементов коррозии и так далее. У нас эстакада, которая поднята на второй уровень, и по своему весу, который поднят над землей, она в десятки, в сотни раз легче, чем те транспортные решения, которые мы с вами видим каждый день. А какие-то решения? Наверняка, если вы живете в крупных городах, в последнее время стало модным поднимать тоже дороги на второй уровень, то есть делать развязки многоуровневые и так далее, и так далее. Посмотрите, сколько строительных материалов уходит на то, чтобы просто поднять над землей ту же автомобильную дорогу, либо железную дорогу, либо высокоскоростные железнодорожные магистрали, которые тоже строятся порой на втором уровне, их поднимают над землей, либо делают специальные насыпи, либо, скажем так, тоже столбы, большие бетонные столбы, которые удерживают, скажем так, железобетон, который настелен между ними, там наварен и так далее. Потом это все укатывается, щебенка там уплотняется, ставятся рельсы и многое-многое другое. То есть огромное количество материала, огромное количество, скажем так, ресурсов, людских в том числе, да, то есть железо, железобетон, ну и плюс другие материалы, которые необходимы для того, чтобы строить эти дороги. Ну и очень важно еще отличие нашей петевой структуры то, что наша эстакада поднята над землей, и у нее нет сплошного полотна, да. Вот примеры вы здесь видите, опять же рисунок внизу. Наша такая структура, да, вот для того, чтобы перемещаться, например, через ту же реку, вот так будет построена наша струнная эстакада, да, и то, что мы видим, вот железнодорожный мост. Вы просто, да, невооруженным глазом видно, да, насколько материала уходит для того, чтобы построить железнодорожный мост гораздо больше, да, чтобы он был работоспособный и смог вынести, например, те поезда, которые по нему прибегают. Мало того, там вы знаете, помимо электричек и пассажистских поездов зачастую, там еще входит товар на поезда, который там по 50-60 вагонов в составе. Скажем так, вес одного вагона составляет там в среднем на 30 тонн и порой больше 60. А есть, скажем так, цистерны железнодорожные, которые перевозят там бензин какие-то, жидкости и так далее, они по 120 тонн есть. Видели такие? Если да, просто поставьте плюсик. Итак, друзья, мы имеем с вами вот такую диаграмму, да, то есть по капитальным затратам на возведение путевой структуры для нашей технологии SkyWay. Так вот, если взять, скажем так, в процентном соотношении с решением, да, вот там, либо в миллионах долларов можно, примерно то же самое будет, да. Стоимость, мы возьмем 5 миллионов долларов, либо 5 процентов, да, затраты на строительство по технологии SkyWay, то смотрите, технология Моглеев, это на магнитном подвесе поезд, который там зазор, вы знаете, юнисты часто про это люди вспоминать. Вот. 150. То есть, если мы разделим на 5, в 30 раз, да, капитальные затраты выше, точно так же в 30 раз они выше по сравнению со строительством наших дорог, если мы будем строить метро. А вы знаете, вот в Москве, например, там до 20-го года должны запустить чуть-чуть еще не 40 станций метро. То есть, роются тоннели, причем тоннели роются в двух направлениях, вы знаете, да, потому что там в одну сторону едет метро, в другую сторону, скажем так, и так далее, и так далее. Это все стоит дорого, это все, скажем так, большие затраты денег, энергии, материалов и так далее. Легкое метро. Ну, в Москве у нас есть две линии легкого метро, не знаю, есть ли ваши города, это легкое метро, да, но тоже затраты, смотрите, такие, у нас 5, там 70, мы разделим в 14 раз капитальные затраты выше, чем строительство дорог в SkyWay. Далее, монорельс. В Москве он один, да, но есть большое количество, в городах, где есть монорельсы, они бегают быстрее. В Москве средняя скорость монорельс там 20-25, иногда может быть 30 км в час, то есть прогулочный транспорт, который, в принципе, неэффективен в плане перевозки пассажиров. Ее построили, это был больше политический, наверное, вопрос. Вот. Один раз я ездил на монорельсе, да, у нас находится там от ВДНХ до почти железнодорожной ветки ленинградского направления, там 6 или 7 станций. Вот. Но хотите потратить время, можете, скажем так, подождать монорельса, доехать на нем до ВДНХ, например, или доэкадемической и так далее. Далее, автомобильный транспорт. Соотношение в два раза, да, то есть капитальные затраты у нас ниже, чем автотранспорт. То же самое можно сказать про трамваи. Но чем трамваи немножко удобнее, да, если мы будем сравнивать там по скорости перемещения, там пропускной способности и так далее, так далее, то зачастую в целом ряде городов действительно видят, в Киеве скоростные трамваи есть. Отдельно вынесена линия трамваев, то есть она не так часто пересекается с автомобильной дорогой и так далее, то есть там гораздо быстрее можно перемещаться по городу. Канатная дорога в два раза дороже, чем капитальные затраты, чем для строительства нашей трассы, да. Железных дорог в два раза дороже, вот. И высокоскоростная железнодорожная магистраль, затраты на нее, потому что вы знаете, да, во многих местах строятся такие стакады большие и так далее, все такие же, как на поезд на магнитном подвесе и подземном метро. Вот то, что касается капитальных затрат. Далее, пропускная способность. То есть здесь посчитано так, что в среднем, миллион человек в день может перевозить наш транспорт. Это пропускная способность, скажем так, одной линии метро в сутки, да, до миллиона человек, в двух направлениях и так далее, и так далее. И показано, почему это может происходить, потому что действительно достаточно компактный транспорт, максимально там пассажирские будут 20-30 человек, да. Интервал движения, вот об этом говорил Кирилл Бадуллин на выставке, он фактически всем это рассказывал, что они проходили к нашему стенду, что у нас интервал движения транспорта будет, скажем так, не как и метро. Метро тоже много людей забирает, там в среднем 100-150-200 тысяч человек в вагоне в часы пик набивается, там 5 вагонов в большинстве городов, да, у нас на сцене, например, 7-8 вагонов. Соответственно, 200 человек, там, или 150 человек, мы умножим на 8, у нас получается 1200 человек одновременно едут. Интервал движения между поездами и метро есть 2 минуты, есть 1 минута в часы пик, где-то так. Не в часы пик, метро у нас двигается в Москве с интервалом там полторы-две минуты, бывает дольше. Есть периодская линия, где там раз 5 минут будет идти. Но сам факт, именно решая проблемы автоматизированного, скажем так, автоматизации процесса, да, и тем, что у нас расстояние между транспортными средствами может быть, там, по времени 2 секунды, а расстояние на 50 метров они могут между собой ездить. Не нужно строить больших перронов, да, но мы можем достигнуть, скажем так, пассажиропотока до миллиона человек в сутки на отдельно взятой линии, которая будет построена. Вот. Если сравнивать, скажем, с другими видами транспорта, ту же самую пропускную способность, то вот сейчас мы с вами увидим, что по количеству пассажиров час, если взять вот часы пик, когда у нас действительно очень трудно влезть в метро. Я заметил, кстати, чуть позже еду, например, на работу, у меня работа с 10, но я почти все время бываю здесь 9, там, 9 с небольшим. Еду чуть позже, у меня как бы меньше проблем. Еду чуть раньше, бывает, еду там в соевой такой позе и так далее. Вы, Андрей, не поняли, 2 секунды – это следование транспортных средств друг за другом, расстояние 50 метров. Это не то, что 2 секунды двери открылись, не успели выпрыгнуть за 2 секунды, вам как волку, ну, погоди, прижало голову, да, и вы так дальше продолжаете ехать. Я говорю не о том, сколько будет стоять на остановке транспортное средство, а в интервале пути следования друг за другом. Кстати, данные, наши вот эти вот планируемые транспортные средства, они могут идти в сцепку. То есть, может быть, там 2, 3, 4 вагона тоже вместе вот так вот перемещаться. Вот таким вот образом. Итак, если мы возьмем в среднем в час 60 тысяч, скажем так, в одном направлении пассажиров, это у нас провозная способность, точнее пропускная способность нашего SkyWay, да, то будем сравнивать. Метро много заводит, много забирает. Там действительно народ едет, кто-то сидит. Сейчас стали выпускать, кстати, вагоны у нас и в Москве не выходят. То есть, сидячих мест уже становится, может быть, не так много, как в тех вагонах, которые делали в 40-х, 50-х, 60-х годах. Они были такие пружинистые, мягкие и так далее, да. Но зато появилось больше свободного пространства, где люди могут встать. Вот. И метро, в принципе, оно не планировалось как транспорт, в котором можно ехать с комфортом, да. Очень важный момент, заметьте. То есть, метро не планировалось для комфортного перемещения пассажиров. Цель – перевести человека из точки А в точку Б с наименьшими, скажем так, потерями времени по большому. И огромное количество сейчас, там, шумоизоляция лучше, там, в этих вагонах и так далее. Кондиционеры стали делать, то есть, не комфортно стало ездить, но в основном стоячие места. Далее, легкое метро. Да, то есть, пропускная способность в три раза меньше в час, чем у транспорта SkyWay. Монорельс. Почти в шесть раз меньше. Все еще из-за скорости зависит. Да, в монорельс можно вбить большое количество людей, но, во-первых, они, интервалы движения у них достаточно большие между этими транспортными средствами. Всего немного у нас ходит по Москве. Во-вторых, скорость невысокая. Автобусы. Вы понимаете, почему меньше перевозят? Причина очень простая. В час пить сплошные пробки, светофоры. Люди, пока загружаются, выгружаются на остановках и так далее. Получается, в десять раз фактически пропускная способность и, соответственно, количество перевозимых пассажиров у нас выше, чем у автобусов в трамвае, кстати. Потому что трамваи ходят реже, чем у автобусов зачастую. Ну и канатная дорога. На канатной дороге почему? Ну, потому что там интервалы движения тоже не маленькие. Между кабинками и в кабинке мало людей. Дальше. Невысокая скорость. Канатные дороги в основном строят действительно в тех местах, где какие-то нужно водные преграды преодолеть, да, и в основном в горы. Это фуникулеры либо канатные дороги там на курортах и так далее, и так далее. Они с не очень высокой скоростью двигаются. У них цель довести пассажиров целыми невредимыми. Вот. Ну и плюс они еще стоят немало, да. Если мы по скорости движения городского транспорта посмотрим, да, мы заявляем то, что наше транспортное средство может перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час в зависимости от необходимости, да, которые есть. Но мы заявляли и продолжаем заявлять, и уже на испытаниях, которые сейчас проходят у нас здесь на территории бывшего СССР и сейчас государства Беларусь, да, в Минской области, возле Марины Горки. То есть, Юнибус 14-местный был разогнан уже до скорости почти 100 км в час. Вот на прошлой неделе юридский давал интервью, что сейчас его будут испытывать на скорости свыше 100 км в час. Так вот, заявляемая скорость будет 150. Средняя, вы видите, да, выделена белым, ну, где-то 80. Потому что в разных исполнениях, в разных местах транспортные средства будут перемещаться с разной скоростью. Так вот, максимальная скорость метрополитена 80 км в час. Но я вот, наверное, в своей жизни никогда не ездил на метро с такой скоростью. Потому что уже на скорости 40-50, у нас в Москве разгоняется так метро, да, виск, треск, шум такой, что вот если в наушниках едешь, слушаешь музыку и так далее, да, это все забивает, ты не слышишь свои песни, ты слышишь звук транспорта. Сейчас, правда, последние модели, еще раз говорю, в метрополитене поездов, они более шумоизолированы, да, но все равно этого избежать невозможно. В туннеле стоит сильный шум. Скорость метро максимально 80, но в среднем они перемещаются у нас со скоростью 30-40 км в час. Легкое метро. Та же самая история, что и метрополитен, только ездит еще немножко более медленнее, потому что, возможно, где-то опасаются, легкое метро находится практически все время на поверхности. Монорельс. Ну, мы уже с вами говорили. То есть максимальная скорость здесь показана монорельс, там 22-23 км в час. Он быстрее просто физически не видит у нас в Москве. Вот такое устройство было построено в Лыжковом политическое решение. Год назад еще было принято решение, оно было озвучено, кстати, в новостях по Москве и по Российской Федерации, что вот принято решение вроде демонтировать монорельс в Москве, потому что он больше там как памятник самому себе, а не как транспортная, скажем, система, которая позволяет улучшить транспортную ситуацию в городе. Автобус 20 км в час. Причину мы с вами выяснили. Перекрестки, остановки, пробки, дороги, скажем, к сожалению, растянуть невозможно. Там есть две полосы только в каждую сторону. Вот я вчера, кстати, хочу сказать про автобусы. Вчера ходил на хоккей. Вечером отменили электрички у нас в Белорусской, скажем так, в Одинцово, где я живу. Мы планировали там на 22-24 вернуться домой. Не успели, потому что матч немножко задержался. И у нас следующая электричка должна была быть в 22-53. Так вот ее не стало. Мы смотрим приложение, думаем, спокойно сейчас доберемся, доедем, даже можно не бежать. А там написано, что электричка в 0,50. И мы поехали на проспект Победы. В Москве есть такая станция метро. Сели в автобус. Это я вот из жизни рассказываю. По транспорту. Мы с вами про транспорт говорим. Сели в автобус 339-й. И по сути дела по Москве лихо пролетели первые 10 минут. Но у нас есть кольцевая дорога и линии выезда из Москвы. И там вот эти все развязки и прочее. Так вот до кольцевой мы доехали нормально. А километр где-то 500, километр 800 метров после кольцевой мы ехали порядка 40 минут. Вот вам и скорость перемещения автобуса. Трамвай чуть быстрее, потому что я вам говорил, что даже в Москве есть отдельные участки, где трамвай едет в стороне от дороги обычно, где куча транспортных средств. Он едет быстрее. Ну и канатная дорога. Мы уже с вами говорили, что в среднем скорость канатной дороги фуникулеров меньше 20 км в час. Потому что и по технологическим, и по техническим параметрам, и по параметрам безопасности быстрее сгонять нельзя. Горы, натяжение каната, а вдруг не выдержит и так далее. Кстати, мы дальше увидим сравнение с канатной дорогой. Канатная дорога SkyWay. И SkyWay, да? Вот первый прямо лист. Смотрите, скорость канатной дороги. Вы знаете, сейчас мы на эту тему поговорим. Я сказал, Алла, что по поводу получения электронной версии данной презентации я уточню у Кирилла Бадулина на следующей неделе и в понедельник, если я могу раздавать данные слайды, если они мне дают добро. Потому что данные слайды как раз показываются в основном на презентациях, когда их делают администрациям каких-то регионов, правительствам и так далее. Специально для этого была создана данная презентация. Итак, канатная дорога 21,6 км в час у нас до 150. Длина трассы, кстати, очень важна. Смотрите, действительно, канатные дороги обычно строят в тех местах, где нужно пассажиров поднять наверх, чтобы они на лыжи спустились. Больше 5 км редко можно встретить, где есть канатная дорога. У нас могут строиться трассы для городского транспорта в таком исполнении. 14-местный юнибус и более. Вот сейчас вы видели трехсекционный юнибус, который вмещает большее количество людей. Он сейчас выставлялся на выставке, которая закончилась вчера. Транспорт и логистику 2017 в Беларуси. Так вот, трассы это могут быть по городу и даже до пригородов. Вот наши транспортные средства со скоростью до 100 км в час могут перемещаться. Эти трассы могут быть 300 км и более. Была бы цель, да? То есть был бы пригород далекий, например, от областного центра 400 км. Да пожалуйста, стройте. Канатные дороги такие не построишь. Далее, принцип движения. Двигатель тянет канатную дорогу, в которой кабинки прикреплены. У нас у каждого транспортного средства, и сейчас даже на каждом полисе, если и будет несколько, будет свой двигатель, мотор, полисе. И срок службы. Как заявлять генеральный конструктор технологии, что наша путевая структура может служить до 100 лет? Мы в среднем возьмем на путевики до 100, и подвижной состав 25 и более, да? Канатной дороге в среднем 6-8 лет требуется полная замена канатов, на которых, скажем так, запись вебинара идет, Алла? Идет, я ее включил. Далее, SkyWay и метро, то есть то, что вот я езжу каждый день, я вам уже сказал, капитальные затраты на строительство, вот мы с вами считали, то есть, ну, грубо говорю, максимально на дорогу там это 5-7 километров, если сложный рельеф. Мы, кстати, заявляли это, что в городском формате это может быть и 3 миллиона долларов за километр, да? И два, в зависимости от инфраструктуры, где будет встраиваться эта дорога. Вот. Как я говорил, в метро отдельный путь для каждого направления, то есть два тоннеля нужно рыть, да? Здесь мы легко вписываемся, не занимая практически никакого места, да? Здесь есть важный параметр, да? То, что вот нам выделение земли практически не нужно. В сотни раз меньше, чем для автомобилей, для дорог. Вот. Далее. Далее. Поезда вагонов метро, вот мы с вами уже обсуждали, они могут быть от четырех. Я видел города, где четыре вагона метро. Пять. В среднем там шесть. В Москве есть семи вагонные и восьми вагонные линии метро. В среднем пассажиров, ну, сто и более, да? Вот метро. Перрон, да, не меньше 150 метров. Технология, стандарты. То есть, подразумеваю, что на станции перрон должен быть такой длиной. У нас перрон может быть длиной там шесть, десять, ну, там пусть двадцать метров, да? Потому что длина перрона может быть и шесть метров, в зависимости от транспортных средств, которые там будут перемещаться. Вот. Юнибусы вместимы еще двадцать четыре человека, которые у нас есть, могут разгружаться на перроне шириной, длиной, точнее, шесть метров. Скорость. Вот я говорил, вот новые вагоны метро вы видите, да? В Европе, возможно, есть где-то линии метро, где оно разгоняется до ста десяти километров в час. Не был, не видел, не могу утверждать. Вот. У нас максимальная скорость будет здесь до 150 километров в час. Средняя, опять же, прописанная, мы с вами уже видели, до восьмидесяти километров в час наш транспорт и порядка там тридцати двух-сорока двух километров в час средняя скорость перемещения метро, в котором ездит огромное количество пассажиров каждый день. Интервал движения метро. Вот тут написано восемь минут, я не знаю, но, в принципе, вот Минский в том же, почему здесь 2-8 минут, это, наверное, скажем так, тот график, с которым перемещаются поезда в метро именно в столице Беларуси. Как оно примерно и есть. То есть не в часы пик, там можно ждать пять-семь, может даже восемь минут в позднее время. В часы пик это где-то раз-две минуты. В Москве в часы пик метро перемещается иногда там с интервалом поезд ушел, поезд пришел, где-то 50 секунд интервал может быть. Но если взять еще раз грузку-погрузку, соответственно, еще он увеличивается. У нас здесь 15-20 секунд. А минимальное время может быть 2 секунды между поездами, между кабинами, которые перевозят там 6, 15, 14, 20 пассажиров, 25 и так далее. Срок окупаемости заметно у нас ниже. Есть предусматренная система экстренного торможения и, скажем так, сейчас активно ведутся разработки именно свою собственную автоматизированную систему управления в автоматическом режиме. Вы видели, что у каждого, скажем так, юнибайка, юнибуса, впереди есть такая вот фигня, уходящая вперед. Это все будет как раз таки программно прописано, и будут датчики, которые будут показывать препятствия перед транспортным средством и так далее. Все это будет завязано. То есть, электронная система торможения и все остальное. Срок службы, да? Более 40 лет. Точнее, окупаемости проекта. То есть, метро строить дорого. 5-7 лет средней линии, которые будут возводиться по технологии, разработанной низкой. Грузовой транспорт. Опять же, мы с вами можем говорить очень быстро, да? В сроке доставки мы, может быть, там находимся в графике времени и стоимости. То есть, у нас, наверное, самая выгодная позиция, потому что самая быстрая, конечно, доставить какой-нибудь груз будет самолетом, но это и самое дорогое. То есть, по цене, по цене доставить груз будет не менее чем в 5 раз дороже, чем если мы построим трассу по технологии SkyWay, а то и больше, да? Автопоезда. Огромное количество автопоездов бегает по Америке. Огромное количество поездов, автопоездов мы вчера видели рядом с нами пробки, которые стояли в плашном рядом там, растянуты на большие-большие расстояния. Поезд по отношению к нам в 3 раза дороже, и корабль в 2 раза дороже. Действительно, на сегодняшний день самый дешевый вид транспорта, если мы SkyWay его берем, вот мы знаем, воздушный, автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, да? Вот то, что мы говорим. Самое дешевое – это захватывать большое судно, нагрузить его в одном порту, перевести груз до другого порта. Это меньше всего стоит. Дальше, как правило, кстати, перевозка грузов одним видом транспорта, как правило, не обходится, заметьте, да? То есть, если мы хотим чего-то доставить из одного конца в другой, то у нас как минимум два транспорта будет задействована. Это грузит на автомобиле, который довозит до терминала либо железнодорожного, либо до порта, да? Либо до порта может забирать опять железка, который тянет куда-то и все равно включается автомобиль. То есть, у нас два либо три вида транспорта обычно задействованы, если мы груз доставляем из точки А на одном континенте, то есть, точку Б на другом континенте. И везде за это приходится платить. Вот. У нас же может быть одна трасса, которая строится от одного места до другого, да? И пожалуйста. Причем это очень удобно при строительстве каких-либо трасс, при разработке каких-либо месторождений и так далее. Вот опять же сравнение идет с конвейерной лентой. Я не знаю, сталкивались ли ты в своей жизни или нет с конвейерами и с лентой. У меня было такое, я вчера говорил, я работал в компании, жил в Харькове, которая занималась бизнесом во всех видах направлений, начиная от зачетов по электричеству, заканчивая, скажем так, компьютерами, да? И оборудованием для атомных электростанций. Вот. То есть, вот такой посредник был. Соответственно, железо, химия и все-все-все туда входило. И мы для целого ряда предприятий Донбасса поставляли конвейерную ленту, которую мы брали на курс резинной техники. У нас было несколько резинно-технических предприятий в Советском Союзе, когда там было единое производство, да? Я знаю, там в Белоруссии есть, потом на Украине есть, кстати, на самой Украине есть тоже предприятие, которое выпускает конвейерную ленту. Но они бывают разной ширины, они бывают разной плотности, для разных там цепучих, еще каких-то вещей и так далее, и так далее. То есть, у них там куча ГОСТов, куча лент и так далее, и так далее, и так далее. Так вот. Причем схема там была интересная. Мы забирали зачет по провозу грузов по Донецкой железной дороге. Они там, в свою очередь, рассчитывались как-то с предприятиями, которые вырабатывают уголь. А мы на эти предприятия, которые связаны с углем, поставляли конвейерную ленту на Курской зимней технике. А на Курской зимней технике поставляли еще что-то. Я вот сейчас даже боюсь сказать. Какую-то химию. То есть, химию туда, оттуда конвейерную ленту. Туда поставили ленту, те там как-то рассчитали железную дорогу, и железная дорога нам провела сумму какую-то, которую бы потом из этой суммы оплачивали те вагоны, которые по нашим нужным ездили по этой Донецкой железной дороге. Вот такая схема была. Так вот, вы видите, да? Длина конвейерной ленты длиннее 10 километров практически не бывает. Наша трасса, которая может с опучей груза перевозить, и вы видели, кстати, юнитрак, который был у нас в этой технопарке, который был продемонстрирован нашим инвесторам 1 июля, когда это был фестиваль. Вот такими юнитраками можно перевозить 500 километров и более. Кстати, очень удобно, опять же, для чего? Обогатительная фабрика и выработка, да? Там шахта какая-то, либо что-то еще. То есть оттуда до обогатительной фабрики. Не нужно белазы покупать, их потом как-то обслуживать, да, специально там и так далее. Другие грузовики, железку строить специально. Кстати, вот мы когда были на прошлой выставке в Москве «Транспорт-2016» из региона Сибири и Кузбасса были представители железных дорог. Они говорят, у нас есть 3-4 проекта по выработке полезных ископаемых минеральных сырья, да, там различного, где мы ни железку не можем построить, ни автомобильную. Он говорит, а если у вас есть уклон какой-то, то там сам Бог велел вам строить эти дороги, это будет выгодно всем, да? Так вот, до 500 километров и может даже более можно строить вот такие дороги для сыпучей угрозы. Уклон максимальный по ленте не больше десяти процентов, у нас 15 заявлено сразу и до 30 в специальном исполнении. Скорость конвейерной ленты до 14 километров в час. У нас тут посчитано 36, но юнибайк этот, который вот там грузом может быть набит, может двигаться и быстрее. Срок службы ленты до двух лет она изнашивается и стирается, трескается и нужно менять. А такого транспортного средства эстакады, тут привязка идет именно к транспортному средству, к юнитраку. И себестоимость перевозки, соответственно, снижается фактически в четыре раза грузов, если мы будем их транспортировать таким образом. Далее. Контейнерная перевозка. Это вот то, что я как бы не сильно, скажем, понимал и еще полгода назад и так далее. И сейчас, может быть, еще не сильно себе представляю, но то, что заявляют специалисты, конструкторы нашей компании, мы можем осуществлять перевозки контейнеров по нашим эстакадам, по нашей путевой структуре. Причем эти, скажем так, контейнерные перевозки, они могут быть как протяженность трассы большая, так и, например, в крупных портах. Вот там груз подвезли с железной дороги, тран его поставил на нашу эту и загружается на корабль. Вот таким вот образом. Стоимость строительства, если будут строить, скажем так, такие дороги для контейнеров перевозки, в два раза дешевле, чем железка и в четыре, чем автомобильная. Затраты на эксплуатацию, соответственно, все то же самое, только, скажем так, на автомобили еще больше уходит. Не в четыре, а в четыре с половиной где-то раз. Ну и загрязнение окружающей среды у нас минимальное. В три раза меньше, чем железной дороги, практически в десять раз меньше, чем автомобильные транспортные средства, которые могут перевозить вот эти вот контейнеры и так далее. вот такая замечательная технология, которая называется SkyWay. Это, видите, нарисовано, как перевозится контейнер. И здесь небольшая анимация, как это может происходить. Платформа в виде платформ будет перемещаться по путевой структуре на колесах, на стальных платформах, на которые будут ставиться контейнеры. Они будут ехать. Далее. Следующий слайд. Операционные затраты. Ну, то есть берете пассажирский транспорт, и вы знаете, да, для того, чтобы он перемещался, нужно, скажем так, вложить определенное количество денег, потом еще и прибыль потом получить, постараться, да, и просто в обыдок работать. Так вот, структура затрат вы видите пассажирского транспорта, да, и структура затрат транспорта SkyWay. И здесь цветом выделены, на что уходят деньги, и здесь объясняется, да. Как и что? Мы просто сейчас голые цифры проговорим. Ну, например, заработная плата, то есть порядка 45% стоимости перевозки, ну, пассажиров, да, заложена в заработную плату тех людей, которые обеспечивают эти перевозки. Начиная от диспетчеров, водителей, я так понимаю, слесарей, которые обслуживают, например, автотранспортные средства, там, в парках и так далее, и так далее, и так да. Тех, кто, наверное, обеспечивает движение, да, там, светофорит, все эти дорожные службы и все-все-все-все, от стоимости, скажем так, самого проезда. У нас в среднем это будет 5-15%. И тут уже посчитано, да, от двух до пяти раз экономия по сравнению с другими транспортными системами. Топлива. Тридцать-пятьдесят процентов стоимости топлива заложено в билеты, которые мы, скажем так, используем, да. У нас 5-15%. Амортизация, то есть, это восстановление там всего того, что происходит, где мы ездим, это дороги, это железные дороги, это транспортные средства и так далее. До двадцати процентов амортизации обычных транспортных средств у нас 5-10%. Ну и прочие расходы еще есть, там разные, которые могут быть, да, организационные и так далее. Вот. 5-10% у нас и 10-15% в среднем у транспортных систем. И, в принципе, на данном слайде мы с вами легко можем это прочитать, вот здесь и понять почему. Все это происходит, да. Экономия, первое, по заработной плате значительная в три раза где-то, да, получается, чем с обычными транспортными системами из-за того, что будет работать автоматизированная система управления движением и транспортом и так далее. То есть, помните, мы говорили, что людской фактор будет приден к минимуму. Вот. Расход электроэнергии, экономичные двигатели, которые будут стоять на каждом транспортном средстве. Вот. Ну и, соответственно, мы говорили, да, единственное построение эстакада может служить до 100 лет. Что мы с вами видим обычно, да, когда вот в больших городах, я это вижу в Москве каждые 2-3 года, дороги перекладывают даже чаще, поручим, 1-2 года, асфальт. Масса машин проехала, колея и так далее. Срыли. Благо научились быстро это делать по ночам там и так далее. То есть, ну, как-то не так, как это было 7-10 лет назад, когда перекрывалось все движение, стали окольные пути объезда и так далее. Сейчас они участками быстро, скажем так, рисуют асфальт. Но, тем не менее. Железные дороги тоже сейчас вроде бы быстро меняют, но на 7-10-15, иногда 30 дней сбиваются движения железнодорожных направлений, то есть, это электрички. Поезда, как правило, стараются запускать по графику, да, там, но с электричками всегда перебои и что вызывает очень большое недовольство людей. Вот это я вижу очень часто. Здесь у нас в Подмосковье, я думаю, в крупных городах происходит примерно та же самая картинка. Ну и по затратам энергии, да, то есть, причин здесь несколько. Целый ряд инновационных технических решений, которые Юницкий применил в своей технологии. Аэродинамическое сопротивление минимальное, да, потому что, вы помните, еще с 95-го по 2000-й год Юницкий очень много времени потратил на предание, скажем так, вычисление в лучшей обтекаемость формы, да, улучшение аэродинамических характеристик. Немаловажную роль играет то, что у нас действительно Юницкий часто говорит, что вы стальное колесо, нагруженная там тележка стальная, на остальных колесах на железной дороге, и на ней там тонны груза, да, вот если вы еще чуть-чуть стихнули, вы легко сможете это дело толкать чуть ли не сам, чуть ли не один человек. То есть, минимальное сопротивление, там, КПД достаточно высокое. Рекуперация энергии – это передвижение на провисающих линиях, помните, да, у нас есть такие, то есть, мы под силой тяжести можем разгоняться, потом естественным образом тормозить, и поэтому не нужны там громоздкие системы тормозные, не нужны, скажем так, очень сильные, мощные двигатели для того, чтобы транспортные средства перемещались. Возможность использования возобновляемых источников энергии, мы на презентациях часто говорили, то, что на путевой структуре SkyWay, на спалбах там или нет, где-то еще можно размещать солнечные батареи, можно размещать, скажем так, оборудование, связанное, например, с электронными электростанциями и так далее, и трюки, и прочее. То есть, звук пропал. Алло! А я вижу, что тут со звуком. Нет, а сейчас есть, да? Наверное, у меня микрофон немножко барахлит. Сейчас как со звуком? Все хорошо, да? Вот, потому что я видел, что немножко не бегал, тут, возможно, зацепил что-то микрофон. Вот. И здесь вы видите затраты энергии, то есть, соответственно, сюда входит там топливо, если мы вдруг будем использовать какие-то виды топлива, да? Вот. Немаловажный фактор то, что мы находимся действительно над землей, да? И у нас отсутствует так называемый эффект экрана, вот, который на автомобильный транспорт только как серьезно действует. То есть, пять раз больше затраты энергии на высоких скоростях расходуют автомобили, вот там, например, высокоскоростные, там, вы знаете, проводят соревнования различные скорости, там высокие это различные ралли там и так далее, и так далее. Вот там 90% энергии тратится на преодоление эффекта экрана. Соответственно, 90% всего расходного топлива и так далее уходит только на преодоление экрана. Далее, железнодорожный транспорт по затратам энергии это в два с половиной раза дороже, чем у нас. Авиационный, вы знаете, тоже очень дорогой, да? Вот. Хотя, вы видите, по затратам энергии еще выше идет, потому что, скажем так, вот в данных системах автомобильные, железнодорожные и самолеты там используются двигатели внутреннего сгорания, там, турбины, да, дизели там и так далее, и так далее, вот. Моглев — это огромное количество энергии, то есть должно снабжаться вот эти вот магнитные подушки и так далее, которые установлены очень близко друг к другу, и на всем протяжении их там немеренное количество, кстати, они дорогие. Материалы, из которых делаются вот эти катушки, они тоже, скажем так, там цветных металлов немеренные и так далее, и так далее. Вот. Ну и канатная дорога. Там двигатель тащит за собой, представляете, вот там длинная там она, 3-5 километров, сам трос тяжелый и так далее, кабинки, вот. Должен стоять мощный двигатель, который все это прокручивает. Вот это касаемо затрат энергии. Далее. Вот развитие энергетики и связи. Я вчера приводил пример на выставке, я был, говорил, да, что рядом с нами находилась компания «Смартс», которая занимается прокладкой волоконно-оптических линий связи, и они были на автомобильной выставке по причине того, что они предлагают данные волоконно-оптические линии связи, у них есть техническое решение, вот такие же пластмасски, видите, внизу в рельсе, куда они встраивают волокно. Это волокно, во-первых, они могут возле дорог, потому что, вы знаете, там, иногда в отдаленные участки строят дороги, хорошие уплотняют подушку и так далее, они прямо рядом с дорогой вкапываются вниз, да, в землю, и можно просто волокно проводить куда-то, а можно еще и по этому волокну быстро передавать информацию разную, касаемо погодных условий, чего-то еще, телеметрию, которую можно выводить на различные табло, расположенные по трассе и так далее, так далее. Когда-то это был первый сотовый оператор, который получил первым лицензию на мобильную связь. У них было 16 областей, где они работали, это вот компания «Смартс», про которую я говорю, и они сейчас предлагают техническое решение вот этих как раз волоконно-оптических линий связи. А мы давно говорим, да, что в удаленные уголки нашей страны либо Мира, там, где сейчас нет никакой цивилизации практически, работают дизели для выработки электричества и так далее. Мы можем провести высоковольтные линии электропередач и волоконно-оптические линии связи для того, чтобы можно было обеспечить те населенные пункты, где это надо, высоко-скоростным интернетом. Кстати, это могут быть не только населенные пункты, это могут быть какие-то необходимые для жизни человечества там, я не знаю, метеостанции. Это могут быть какие-то военные части там отдаленные, погранзастава, это может быть все, что угодно, Это может быть действительно какое-то месторождение, на котором минимальное количество людей, вплоть до того, что вышки нефтяные, потому что мы и по морю можем строить. И вот волокно встраивается в рельс, не нужно придумывать по дну, как-то запускать и так далее. Все это решаемо. Хорошее решение, кстати, если действительно вместе с этими людьми начать пробивать, ходить чиновников, двери ломать. Но очень важный момент, коллеги, то, на чем я хотел еще остановиться, наивысшая степень безопасности, то есть если мы посмотрим соотношение с автомобильным транспортом, то в тысячи раз. Одна из больших проблем, это пересечение больших транспортных потоков между собой на перекрестках, пересечение транспортных средств, преследование между городами, если эти не разделены потоки между собой, часто лобовые столкновения транспортных средств приводят практически в 90 процентов случаев смерти тех, кто едет в транспортных средств. И сегодняшний случай, я не знаю, слышали вы или нет, Владимирская область, город Покров, едет автобус с казахстанскими номерами, переезжает железнодорожные пути и глохнет. Выходит водитель, начинает пытаться что-то делать, начинает будить людей, которые находятся в этом автобусе внутри. Там есть человек, который флажками там или чем-то подает какие-то сигналы, не успевает. Едет поезд и те, кто не успели выбить, 19 человек погибло, люди ехали домой. Там ехали, в основном, узбеки сказали, да, которые работали в Москве, вот они ехали домой там на автобусе с казахскими номерами, видно там и так далее. Понимаете, в чем беда? Человек садился в транспорт без какой-нибудь задней мысли. Он четко понимал, его сегодня забрали, через несколько дней он будет дома. Вот. И простая ерунда, то, что заглох автобус на переезде, да, привело к тому, что 19 человек не доехали. И там какое-то количество получили какие-то еще ранения. Не факт, что, скажем так, это последняя цифра, да, и такое происходит регулярно. Мало того, сегодня вот тут нарисован сход какого-то поезда с рельс, да, это пассажирский, кстати, поезд, сегодня где-то там грузовой сошел с рельсом у нас здесь. Практически каждый день такая беда. Мы говорим про, там, канатную дорогу, там она может быть безопасна и так далее, но смотрите, по сравнению с нашим транспортом, она опаснее в три раза. Вот. Подземное метро, почему эффективно, да, может быть по безопасности, потому что там столкновений практически не может быть, разные пути. Но и там бывают аварии. Я убираю сейчас теракты, да, в Москве, Кунцево, куда я езжу, два года назад погибло какое-то количество людей, два первых вагонов с мятком. Из-за того, что что-то в стрелке сработало не так, и первые два вагона в железку там просто-напросто смяло, там кто-то выжил в них, но основная масса людей погибло. Вот. Автомобильный транспорт, вы понимаете, я не говорю. Трамвай тоже часто, к сожалению, пересекается с автомобилями, да, и там происходит часто... Я вижу столкновение, я вижу иногда автомобиль, который протнут мордой, вот знаете, впереди такой рок на трамвае. Хоп, надел автомобиль, потому что тот решил перед трамваем проскочить. Вы знаете, трамвай имеет право при перемещении по городу, у него преимущество в основном почти везде, если только нет запрещающего сигнала светофора в ту сторону и так далее. Некоторые лихачи пытаются, скажем так, обогнать трамвай. Вам не рекомендую этого делать никогда. Лучше пропустите и пусть он едет сам. И основные действительно критерии безопасности нашего транспорта, то, что мы на втором уровне, мы ни с кем не пересекаемся, ни с пешеходами, ни с кем. Люди, кстати, не будут попадать под колеса, как это происходит везде. Каждое транспортное средство у нас снабжено противосходной системой специальной. На каждом транспортном средстве это будет. Автоматизированная система управления, своя собственная, крутая, как говорит Кирилл Бадулин, разрабатывается, будет все очень четко. Ну и, по сути дела, наша путевая структура, вы часто слышали, то, что говорил Анатолий Дарович Юницкий, если мы там пару-тройку, даже подряд выбьем промежуточных опор, практически это никак не сказывается на всей путевой структуре. Ну и если мы затронем тему экологии, то увидим с вами следующую картину. Наш транспорт наиболее экологичен, потому что в основном у нас будут электродвигатели использоваться. Землеотвод мы практически никакого не требуем. Мы уже говорили в сотни раз меньше, чем для автомобильной дороги. Как любил раньше говорить Виктор Бабурин, путевая структура, которая крепится на фонарных столбах. Сколько места нужно фонарному столбу под собой? Ну это как бы шутка, но тем не менее. Экономия ресурсов, значительная экономия ресурсов. То есть не нужно будет ничего подвозить, увозить, там рыть, перерывать и так далее. Нарушать, кстати, гидрологию тех мест, где строится. Зачастую там либо роется что-то, либо насыпается, либо и то, и другое делается. Мосты нужно строить, низкоплотные плотины возводить. Это что у нас? Насыпи получается и так далее. Соответственно, все это передавливает грунтовые воды, которые протекают в какой-то местности. Где-то образуются заболоченные места, где-то, скажем так, засуха. У нас всего этого не будет, потому что мы над землей, мы ничего этого не делаем, ничего мы не нарушаем. Соответственно, в целом мы можем сказать, что сохраняем реально природу. Если мы по загрязнению среды сейчас посмотрим, оттолкнемся от нас, в процентах, если мы возьмем, все равно мы будем использовать какие-то двигатели и так далее, пусть у нас будет там 50, то Моглев технология, которая затрачиваем энергии и так далее, потом, скажем так, загрязнение среды при выработке этой электроэнергии, которая необходима для Моглева, это 250%. ЖД-транспорт также примерно, потому что вы видели, например, тепловозы, которые ходят, у них очень красивый дым. Мало того, образуется куча различных, скажем так, канцерогенов при движении электропоездов, вы знаете, щебенка там и так далее. Асбест, слышали такое? То, что оседает зачастую в легких и вызывает там... Силикозы разные, другие заболевания, очень неприятные. Монорельс, да? То есть своя, скажем так, большое потребление электроэнергии, соответственно, скажем так, с загрязнением окружающей среды, там тоже в плане выработки той электроэнергии, которая необходима для передвижения монорельса. Ну и транспорт автомобильный, вы сами понимаете. Вот эти пробки, которые там многочисленные, часовые, автомобили стоящие, да, которые перерабатывают бензин, дизель, вот, не знаю, может скоро будут на воде, но не факт. Хотя говорят, что двигатель на воде вроде бы уже есть. То есть и на воздухе есть, пневматический какой-то. Но почему-то широко не используют. Сейчас многие страны, вы знаете, нацелились на то, что вот там в 2040-м в одной стране, а где-то там в 2050-м будут только электромобили перемещаться. То есть обычный транспорт, они говорят, почти в БОЗе, то есть не будет ни бензинового двигателя, ни дизельного двигателя. То есть перейдут все на электромобили. Вот такая брошюрка, коллеги. То есть достаточно интересная, простая. Сделана она сотрудниками нашего минского предприятия. Я надеюсь, что может быть ее сделают доступной. Если мне разрешат, то на каких-то своих мероприятиях я буду давать доступ для скачивания. Это сделать будет несложно. Это мы с вами говорили по технологии. Теперь вернемся к нашим баранам. В принципе, у нас сегодня тематика нашего вебинара в первую очередь посвящена вот данной теме. Нас немножко стало больше. Есть ли какие-то вопросы по партнерской программе? Есть те, кто пришел немножко позже, может быть, хотели задать вопросы непосредственно вот по этой теме, коллеги. Еще раз напомню, данный вебинар записывается, хотя он у нас по теме партнерской программы, но те, кто видел в чатах объявления, написал, что краткое ознакомление с брошюрой сравнение технологии SkyWay с другими транспортными системами. Поэтому это все можно будет найти на нашем канале вебинаров. Не знаю, интересно, неинтересно было, то есть судить вам. По партнерке еще раз хочу уточнить, коллеги, какие вопросы есть? Надо ли мне сейчас ее повторить? Надо ли мне сейчас, скажем так, долго расшифровывать вот этот слайд, который демонстрирует, что из себя представляет наша партнерская программа, за исключением одного... Да, я согласен, Алла, что иметь такую брошюру под рукой неплохо бы-бы. Мало того, если получить слайды, которые... Я вам сейчас показывал слайды, которые можно использовать для того, чтобы распечатать. То есть там есть двух форматов. Одна сделана в режиме 9х16 для того, чтобы это демонстрировать на широких экранах. Это я вчера делал. Сегодня я вам показал 3х4, которая создается специально для печатания брошюр. 3х4 это вот это вот. 9х16 немножко более растянут. Что еще хотелось бы сказать, коллеги? Партнерская программа, она подразумевает набор определенных действий, да, и в принципе использование определенных инструментов. Самый удачный инструмент для создания своей большой партнерской программы это встреча вашего потенциального партнера с вашим наставником, на котором делается презентация проекта. Это приглашение вашего потенциального партнера на мероприятие в интернете. И если у вас есть люди, разбросанные по разным точкам земного шара, это очень удобно. У нас, по крайней мере, я провожу 2 презентации в неделю, да, у нас еще есть люди, которые проводят презентации в другие дни и на других языках. Вот. Так что вы можете пригласить даже носителя языка на презентацию, где будут рассказываться на его родном языке, и он послушает эту информацию. Вот. И живые мероприятия, которые проходят в целом ряде городов и стран. Вот. И крупные конференции. Кстати, крупные конференции запланированы в Москве. Зал там порядка 350 человек. Мы сегодня буквально перед мероприятием говорили. Наверное, это будет 2 дня по Москве, да. Вот. Что касаемо ближайших, вот буквально вчера там информацию срочно, оврал, был. Это конференция в Венгрии, она будет завтра, но мы узнали очень поздно о ней. Я о ней узнал вчера утром. Меня попросили срочно разместить информацию на сайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же так? Мы забыли там и так далее, да. Вот. Дальше. У нас сегодня проходит партнерская конференция в городе Тбилиси. У нас в воскресенье будет партнерская конференция в городе Батуми. В следующем месяце у нас намечено 4 число конференция партнерская. Это большие мероприятия, которые я говорю. В городе Величко. Это Польша. Я так понимаю, возможно, недалеко от города Красноя. Я могу предположить, могу ошибиться, потому что заявлено было сначала Краков. Это конференция в городе Минске, которая пройдет в ноябре месяце. Это крупная конференция, я назвал, куда вы можете приглашать людей новых. Они могут прийти, во-первых, получить информацию о технологии, презентацию проекта, послушать, кстати, маркетинг-план, о котором мы сейчас с вами должны были говорить. И на этих конференциях люди просто видят и чувствуют сопричастность к чему-то большому. Почему нужно использовать мероприятия, которые проходят в ваших городах, просто презентации? У нас каждую неделю, а некоторые городах и по 2, по 2 раза, и по 3 проходят презентации, куда вы можете пригласить своих друзей, знакомых, партнеров по бизнесу, коллег по работе, я не знаю, родственников, где они могут получить информацию. И лучшее, что вы можете сделать, кстати, чтобы им донести информацию, не самим рассказывать, а именно туда пригласить. Там они получат информацию, там они получат ответы на вопросы. Потом вы просто с ними можете дальнейшему общаться, каким образом. Человек послушал, посмотрел, может быть, не сказал еще да, обязательно его со своим наставником соедините. Потому что, возможно, остались вопросы какие-то, недосказанности, чего-то он не понял. И партнерская программа – это инструмент, позволяющий вам сегодня зарабатывать деньги. Не будем с вами такими какими-то ханжами или чем-то еще. Деньги нужны, нужны. Главное ли это в жизни? Наверное, нет. Потому что более главное – это ваше здоровье, это здоровье ваших родных и близких, это те люди, которых вы любите, те, кто любит вас. Это гораздо важнее, чем деньги, чем шмотки, чем железо какое-нибудь в виде четырех колес или собственной электрички, либо самолеты и так далее. Да, коллеги, пока изменения по партнерке только то, что, я смотрю, вопрос Алла задала, то, что убрали у нас начисление на акционный счет, то есть их уже не будет. Но, вот я вам сейчас так нагло сказал и уверен, что не будет, мы с вами живем в мире, скажем так, отдельного какого-нибудь мотивации может возникнуть, то есть может возникнуть какой-нибудь пакет акционный в связи с чем-нибудь, я не знаю, с трехлетием или с двухлетием, например, закладки нулевого километра SkyWay на территории Экотехнопарка, это было 17 октября. А вдруг появится пакет, который будет называться нулевой километр, и те люди, которые его будут покупать, и если вы сами, например, его купите, да, и в вашей структуре люди его тоже купят, может быть, вам за это будут начисления какие-то акционные счеты. Я могу только предполагать, что такой вариант может быть, да, но не факт, что он будет. Я сейчас не утверждаю, еще раз хочу сказать, прошу вас не нести никому такую информацию, что у нас точно такое будет, да, вот, но может ли такое быть? Ну, наверное. Но я не говорю, что это на 100% должно быть и так далее. Эта идея пришла мне в голову буквально сейчас либо вчера, да, что может такое быть. Я никому еще не озвучивал, да, и нигде не ходил, не пробивал. Но я знаю, что есть много людей, которые могут искать различные варианты мотивации, да, приобретение пакетов долей, почему не использовать такой? Тоже интересно. Вот, не знаю, насколько сложно это реализовать в плане техническом, в плане, скажем так, IT-направления, но наши ребята головастые могут все практически придумать, да, поэтому будем думать, что и такое тоже возможно. Поэтому только акционного счета нет, реально это так. Про конференцию я вам сказал, вот. Ну что, совет, наверное, какой, если вы где-то испытываете трудности по созданию бизнеса и так далее, я могу просто порекомендовать пару книг, которые вы можете почитать и примерно понять, что бы нужно сделать для того, чтобы бизнес шел. Это книги Рэнди Гейджа. Это книга, это видеоматериалы Рэнди Гейджа. Просто вот Рэнди Гейдж наберите на Ютюбе, нацию дупликации. Там был когда-то двухдневный семинар, первый. Я был на его первом приезде вообще на территорию СССР бывшего, это был в Киеве. То ли 2003 год, то ли 2004, я сейчас уже точно сказать не могу. У меня есть фотография с ним. И там он мне реально... Я перед этим прочитал его книгу, как построить наговорную денежную машину. Он там эти книги тоже как бы презентовал и так далее, подписывал. Надо поискать, кстати, может у меня дома где-то лежит с его подписью, его книга. Она интересна чем? Он пишет о том, что реально происходит в мире MLM-бизнеса, то есть партнерских программ, как его упростить, какие шаги нужно сделать. Алла, вы знаете, была эта возможность для получения лидеров, мастеров, экспертов и топ-экспертов, сейчас убрали у всех. По поводу активно-неактивно, вы знаете, это очень сложно вычислять. То есть какой порог активности установить? Какой-то товарооборот, который они делают? Кого-то это будет считаться справедливым, кто-то скажет, а почему пошли какие-то обеззаловки? Одно из преимуществ нашего маркетинг-плана, вы заметили, у него нет обеззаловок, поэтому вводить что-то такое сейчас и считать, вот это мастер активный, этот мастер неактивный, я бы не стал. Честно, я бы просто не стал это делать. Поэтому вы можете ознакомиться с книгой Рэнди Грейджа, почитать ее, получить опыт человека, который занимается, скажем так, развитием данного бизнеса, данного направления в бизнесе, да, уже, наверное, четыре десятка лет, да, кстати, почти четыре, 35 лет, да, с 73-го года он в сети. Вот. Ну и в принципе делать простые шаги, слушать наставника, если у вас наставник, скажем так, опытный, развивает бизнес активно, у него получается, он зарабатывает деньги, значит, ну, сделайте, начните делать то, что делает он. Единственная просьба, никого не обманывайте, не придумывайте ничего, да, не делайте что-то, не заставляйте других делать что-то только ради вашей выгоды, только ради ваших заработанных денег, а дальше трава не расти, вот, и лучше относиться к этому бизнесу так, чтобы вы делали какие-то совместные действия для пользы того человека, которого с собой пригласили, чтобы он добивался своих результатов, чтобы он достигал того, чего он хотел, да, при этом делать бизнес открыто, честно, помогать тем, кого приглашаете. Вот, будет такая схема действовать в вашем бизнесе, то вот по этому маркетинг-плану, по этой табличке, которую видите, вы будете получать проценты. Вот таким вот образом. Я рад за вас, Алла, если вы действуете именно так. У меня все, наверное, на сегодняшнем вебинаре, видите, мы с вами поговорили продуктивно почти час, такое редко случается на пятничных вебинарах по партнерской программе. Кстати, вот, если вам интересно было сегодня, если вы получили какую-то полезную информацию, что-то увидели, то мы можем организовать, например, следующую пятницу, приглашайте своих партнеров, мы поговорим о том же. Я покажу опять эти слайды, да, мы поговорим о сравнении транспорта, возможно, какие-то вопросы у них будут. Поэтому лучше, что вы можете сделать для себя, это пригласить как можно больше людей на этот вебинар. Я сейчас не пиарю то, что вот я тут его провожу, тут там вот сижу такой умный, да, сзади у меня написано Skyway Capital и так далее, так далее. Вы знаете, с удовольствием всегда даю информацию, всегда нравится с людьми работать пытливыми, да, вот, когда вот живые презентации проводишь, видишь глаза, просто супер. Потому что ты видишь реакцию зала, ты видишь, понимает тебя или нет, да, интересно ты рассказываешь или нет, надо это людям или нет, это видно по глазам. К сожалению, на вебинаре это увидеть сложно. Поэтому, коллеги, у меня сегодня все. Всем желаю огромных структур, вот, всем желаю успешного бизнеса. Запись останавливаю, да, вот. Она будет выложена, обработана на наши интернет-ресурсы на канале Skyway Webinars, там, ну, в моем плейлисте, наверное, да, как это обычно происходит. Ну, всем здоровья, любви денег, отличных выходных, невзирая на то, что у нас идет дождь здесь, да, и дождь осенний. Хотя в осени есть своя прелесть. Помните Пушкина, да? Он же любил осень. И раннюю, и золотую. Золотое это что-то между поздней и ранней, да, когда вот там начинают пестрее деревья. Где-то они уже осыпаются, эти листья. Ты идешь, чувствуешь запах опавших листьев по какому-нибудь парку, полно деревьев. Если солнце проглядывает, вообще супер. Вот. Я жду этого момента. Я думаю, в этом году хоть раз, но у меня такое случится, что я смогу гулять по разноцветным аллеям, будет светить солнце. Пусть не будет жарко или тепло, да, но все равно, одевшись по температуре, можно получать удовольствие. Все, коллеги, у меня на этом все. До новых встреч. Большой-большой привет Крымскому полуострову. Часто там бывал, очень любил, бывал в разных местах, начиная от Феодосии, ну и по побережью там пошло, да, Арженикидзе, бывшая Планерская, Коктебель, Судак, дальше идет Аллушта, Гурзуф, Ялта, Фрунзенская, Портонит, три раза был с родителями, они там отдыхали в санатории, очень мне нравилось. Ну и в Патторе там дальше, после Севастополя. В Севастополе был один раз все, но мне понравилось. Все, коллеги, заканчиваю на этом, да, и до новых встреч. Спасибо, Андрей, вы тоже из Подмосковья, видите, я в Одинцово живу, а вы город не написали, ну ладно. Все, коллеги, до новой встречи в понедельник на презентации, а, электроугли знаю, это вот с Курского направления, да, к вам ехать на электричке, с сторону там Владимира и в сторону, по-моему, отворачивать, вот. Все, коллеги, до свидания. Я уже несколько раз-то сказал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...